Всем привет, мои дорогие! Как вы видите по ингредиентам, сегодня я предлагаю вам приготовить очень вкусный суп. Легкий грибной супчик. Как вы все знаете, грибной суп просто невозможно приготовить. Настоящий грибной суп без лесных грибочков. Поэтому видео перед рецептами оставила не зря. Мы с моей дочкой не просто так провели воскресенье, а нас собирали немного грибов. Я эти грибы подготовила уже для супа, то есть их обжарила. Они уже обжарены у меня. Также для супа нам потребуется 1 морковь, лук и 4 картошинки. Но все зависит от размера картофеля. Если он крупный, берите 2. Для начала нарежем картофель не крупными кубиками. Картофель готов. Можно взять 1,5 литра бульона, а можно использовать просто обычную воду. Я себе облегчила процесс, и чтобы не накрывать воду в кастрюлю, она у меня уже вот закипает практически в чайнике. Ставим на плиту и в кипящую воду опускаем наш картофель. И варим его до готовности, так как грибы у нас уже готовы. Осталось только проварить картофель до готовности. Когда закипит, мы посолим. Тем временем, пока у нас сварится картофель, мы мелко нарежем лук. Уже. Несколько rechts и варими. УACH. Раз. Чалышка. cannes. Угу. Марlooking. возьмем 2 столовые ложки у меня здесь жир индейки вы можете взять либо растительное масло либо свиной жир все что вам угодно я использую просто воду меня не было готового бульона поэтому я использую жир чтобы суп совсем уж не был пустой берем 2 столовые ложки жира обжариваем одну луковицу кофе я предлагаю натереть вот на такой вот мелкой терочке чтобы она придала свой вкус и цвет красивый супчику но и и не было там видно супе и добавляем ее к луку лук с морковкой у нас немного пассеровали картошка проварилась 10 минут добавляем нашу зажарку и проварим еще буквально минут пять вот морковка разварилась суп стал такого красивого оранжевого цвета и самое время добавить наш главный ингредиент конечно же грибы грибов у меня было 200 грамм ждем все пока суп закипит и наш суп грибами готов ну вот дорогие мои наш суп готов осталось только естественно попробовать всем советую приготовьте это очень вкусно смотрите какого он красивого цвета это одна из хитростей что морковка натерта на мелкой терочке но ее практически не видно ну вот ну а подавать конечно же такой суп я советую обязательно с ложечкой сметанки приятного аппетита тут ladım м